режим проверки аккумуляторов для проверки возьмем два аккумулятора 3s и 6s подключаем наш аккумулятор прибору выбираем режим проверки аккумулятора прибор показывает основные параметры нашего аккумулятора подключаем аккумулятор 6s функция измерения внутреннего сопротивления аккумулятора включаем источник питания после этого подключаем измерительные концы выходим на режим измерения внутреннего сопротивления после этого подключаем каждые ячейки функция ваттметра собираем нашу схему функция ваттметра собираем нашу схему функция ваттметр Запускаем наш мотор. А сейчас соберем схему при подключении прибора в качестве ваттметра при зарядке аккумулятора. Собираем нашу схему. Выходим на режим ваттметра. После этого включаем наше зарядное устройство. Наш прибор показывает зарядные параметры аккумулятора. Можно сравнить наши параметры в зарядный ток 1,76 А на нашем ваттметре и 1,7 А на зарядном устройстве. Сейчас соберем схему ваттметра для тестирования нагрузки. В качестве нагрузки у нас будет лампочка 12 Вольт 40 Ватт. Подключаем питание. Выбираем режим ваттметра. И подключаем нашу нагрузку. Прибор показывает данные по подключенной нагрузке. Следующая функция опять-таки ваттметр. На этот раз в качестве нагрузки у нас будет выступать приемник. Собираем нашу схему. Подаем питание на приемник. Выходим на режим ваттметра. Питание нашего аккумулятора 5,24 Вольта. Подключаем приемник. Наш ваттметр показывает потребление нашего двигателя. Режим серво-тестера. Подключаем сервомашинку к прибору. Подаем питание на прибор. Выставляем режим серво-тестера. Колесиком потенциометра восстанавливаем. Проверяем работу серво-машинку. Режим тахометра. Подключаем питание. Вставляем режим тахометра. Устанавливаем количество лопастей. Проверяем м청чик. Режим тахометра. Функция измерения температуры. Подключаем датчик температуры к гнезду, подаем питание на прибор. Выставляем режим измерения температуры. Наш датчик показывает текущую температуру. В качестве датчика применен, судя по всему, термотранзистор. Функция калькулятора тяги. Подключаем питание, устанавливаем режим калькулятора тяги. Устанавливаем диаметр нашего пропеллера. Предположим 9 дюймов. Устанавливаем поправочный коэффициент согласно приведенной таблице. Устанавливаем количество лопастей пропеллера. После этого устанавливаем количество оборотов в минуту. При введенных параметрах тяга получилась 2 килограмма 180 граммов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.